самые настоящие лошади по центральной улице города петропавловска нашему городу нужен праздник но сейчас казахстане подобного нигде не проходит откроем маленькую завесы тайны у каждой опашки есть свой секрет отличается ли северокостанский кумыс от шимкенского тарасского семейского актюбинского у него крепость чуть ли не 40 процентов но наш кумыс самый вкусный по-любому 2000 литров для меня это слишком много ты думаешь нарисованного цифра 11 часов 17 августа очень будет вкусно мы будем в первых рядах ярлик кумыс это национальное достояние всего казахстана и совсем недавно насколько я понимаю в петропавловске не где-то в другом городе казахстана именно у нас появился цель целый фестиваль который посвящен прекрасному искристому целебному напитку скажите для чего с какой целью и планы какие ну начну с того что на самом деле не так давно то есть он давно появился сама идея зародилась 2013 году когда известная в городе бизнесмен это сайран хамсин написал фейсбук такую мысль как бы нам то есть нашему городу нужен праздник то есть какой-то городобуртующий праздник который бы экономически по 1 города да 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 и в 2014 году он уже сформировался как хамосфест но с 2014 по 2017 мы пытались как бы провести его предлагали нашему руководству области города ну поддержку нашли только в семнадцатом году семнадцатом году мы провели прошло шикарно то есть народ принял народ воспринял народу понравилось 2018 году по определенным причинам проявили его поставщики с акмолинской области с города на фута и все испортили да 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 они смазали смазали ну пошли как бы вот так вот да ну в этом году нам надо будет не гнаться как бы за какими-то рекордами а нам надо восстановить то доброе имя которое мы сделали в себе себе в 2017 году кстати по поводу рекордов следующий мой вопрос как раз таки был с ним связан в семнадцатом году вот я даже зачитаю было выпито 768 литров кумыса и съедено 60 килограммов баурсака прошлом году 2000 литров кумыса будет ли в этом все-таки году рекорд потому что как мне кажется где-то в подсознании у вас есть эта мысль потому что прошлом году были поставщики другие и ваша задача сделать все это серьезно все равно какая-то соревновательная штучка то есть и если какой-нибудь рекорд в книге казахстана вот гиннеса чтобы мы попали туда на самом деле такие задумки есть но они задумках на данный момент то есть все зависит от того сколько людей придет или сколько будет приготовлено кумыса тут мы удар на упор делаем не конкретного кумыс наверно а на весь как бы прорецируемого на весь праздник уточню такой вопрос ну то есть я могу отвечать только за первый фестиваль когда вы сказали что семьсот шестьдесят восемь литров до этого когда вывода 2000 литров для меня это слишком много я не мог не берусь как бы его подтверждать либо опровергать но для меня это сомнительно ты думаешь нарисован варис ладно хорошо в моем понимании вот а в этом году мы не делаем рекорды именно по кумысу но естественно есть определенные моменты которые мы улучшим даже сделаем лучше чем семнадцатом году вообще какие виды кумыс существуют и какие разновидности или что в этот день будут они будут готовиться или уже готовы привезут их привезут готовые естественно потому что сам процесс приготовления кумыса он такой таинственный да он такой каждого не машки есть свой секрет естественно естественно видов кумыта на самом деле очень много есть баллама съесть без тором если его называют есть то есть взаимосовости от начала времени как бы приготовления он бывает такой легкий как бы слабый да есть средний есть очень сильный а есть такие даже разовидность я слышал я не видел как это делают я не пробовал его но говорят что есть такое кумыс как забыл как название но у него крепость чуть ли не 40 процентов то есть алкоголь это что риан жидко в каких целях вообще казахи использовали кумыс кумыс больше отдых или и лечебные восстанавливающий и лечебные и восстанавливающие и отдых и все вкупе почему потому что ну наши предки и вели естественно хочу образ жизни лошадь рядом лошадь рядом нужно и можно нужно можно и нужно и голоду и жажду утолить и восстановить силы и отдохнуть мы сами понимаем что там есть определенные процессы брали создаображение расслабление и так далее приехал батыр с может быть поэтому наши батыры были самые сильные вошли в эпосы почему здоровые крепкие на малой на молоке выросшие молоко пьющие в течение всей жизни кумыс это очень полезная штука насколько я понимаю вот идею кумыс феста вы взяли октобер фесты проходит до пивные фестивали где-то там в европе там что-то там в америке проходит вообще как формировалась вот эта идея откуда все таки как мне кажется вы взяли там 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 и сформировался именно наш североказахстанский бренд проведения вот такого мероприятия и даже насколько я понимаю вы добавили еще не просто от разновидности кумыса чтобы люди походили попробовали баурсаки поели но вы еще добавили и конное шествие то есть самые настоящие лошади по центральной улице города петропавловска будут проходить что это за лошади откуда они и кто может быть кто-то просто захочет принять участие приехать на своей лошади и пройтись совершенно верно совершенно верно я такую откроем маленькую завесы тайны как это все происходило коротко 2000 до 2014 году маленькая группа такая орггруппа в составе меня с айрана хамзина то время был еще данияр у алиев и еще пара человек мы примерно за год придумали этот праздник до нас в основе него лежит октоберфест это всемирно известный фестиваль пива в мюнхене в германии и рио-де-жанейро но естественно под наш ментаритет под наше сохранение национальных традиций да 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 совершенно верно мы долго искали именно саму суть саму идею этого праздника и ну и остановились здесь на всемирно известном факте что у нас есть бутай то есть уже на основе бутай это все вот так росло росло русло и превратилась в хамосфес ну а бота это место где 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 произошло величайшее событие в истории всего человечества где домашний лошадь да и при этом могу сказать что даже северном казахстане немногие об этом знают вот об этом нужно рассказывать как мне кажется и одной из целей данном фестивале является именно это то есть показать людям и как бы информировать их чтобы они как минимум гордятся тем что лошадь одомашненно у нас об этом узнает вот тот гордится знаешь у меня многие иногда спрашивают закирана а вот ну как доказали что одомашнюю лошадь ниже историческое образование и нас мы когда выезжали на археологические раскопки вместе заберта археологом известным нашим профессором то есть там одно доказательство когда находили в эти черепа задние резцы были стерты то есть соответственно уздечка и конфетка как им просто народе называют вот когда просто объясняешь людьми точно это есть доказательство посмотри получается в том же самом арио-де-жанейро фестиваль проходит по всему городу то есть локация сменяет локацию петропавловске про кого стационарно находитесь да вот в начале улиц конституции театр николая погодина все происходит пока там было ли в планах все-таки вот на всю улицу конституции она у нас очень протяженная то есть смена локаций и вот есть вообще в планах такое может быть не в этом году следующие фестивали дело в том что мы когда готовились к этому празднику мы естественно рассмотрели несколько локаций рассматрив все варианты и остановились на данный момент именно на площади погодина и улице пушкина почему потому что если так взять наш фестиваль он происходит как бы есть две большие локации это первая площадь то есть на котором происходит там фестиваль как бы такая стационарная часть может сказать да а есть такая вот парад кон и как корн кон и карнавал пушкина проходит да 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 то есть необходимо чтобы люди которые находятся на площади за короткое время пришли да то есть смогли взглядеть это других локаций у нас как таковых на данный момент мы не видим почему потому что если взять вот улицу конституции это пешая улица мы да естественно по ней люди мог смогут пройти но вот но конное шествие нам очень проблематично потому что очень много узких очень много клумб и очень много скамеек и так далее что вообще предполагается в этот день во сколько начнется праздник потому-что сейчас зритель будет смотреть нашу передачу они уже должны понимать и тем самым от передачей мы приглашаем всех североказахстанцев гостей нашего города чтобы обязательно по присутствkey там праздники посмотрели что это такое вот наша североказахстанская идея и задумка сделанными обычными североказахстанскими ребятами во сколько все начнется сколько это будет проходить какие там локации будут Что там интересного у нас будет? У нас будет несколько локаций. Первое, то есть начнем с того, что наш праздник начнется в 11 часов. Будет несколько локаций. Первое, это... 11 часов 17 августа. 17 августа. В субботу, выходной день. С утреца приглашаем всех наших зрителей на наш фестиваль. Мы будем в первых рядах. Замечательно. Будет несколько локаций, то есть мы приглашаем районы. Они будут предлагать нашим гостям несколько видов кумуса. Его можно будет купить сразу же там? Купить. Попробовать бесплатно и купить? Естественно, естественно. Потом будет такая локация, как мы ее называем, кулинарная зона. Там мы приглашаем около 10 ресторанов нашего города. Они будут готовить... То есть у них будет конкурс на приготовление бешфармаха. Наше национальное достояние. Да, там будет около... Ну, планирую, можно сказать. Давайте я, наверное, не буду... Не планирую, а на месте все. Да, 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 да. Пусть будет какая-то секретность составлять, чтобы люди пришли и посмотрели. Да, да, да. Приглашаю. Очень будет вкусно. Вы можете попробовать не только кумыс, но и бешфармах. Поэтому обязательно приходите. Кроме этого, естественно, одна из самых красочных зон, как бы частей нашего фестиваля – это сам карнавал. Конный карнавал. В этом году мы увеличили количество участников и коней, и самих участников, и пеших. То есть это все районы, да? Да, это все районы. Все районы. Кроме этого, ну, кроме районов, очень много приглашенных. Также приходите, там посмотрите, кто это будет. Очень много сюрпризов, на самом деле. Сколько лошадей предполагается пройтись по улице Пушкина? Планируем. Несколько десятков лошадей. Не буду оточнять, сами придете, посмотрите. Если в прошлые годы у нас было, ну, около 10-15 лошадей, в этом году мы хотим больше. Ну, как минимум, в два раза. Будут ли какие-то национальные игрища? Может быть, Казахстан, Куреяс, может быть, еще что-то из национальных? Мы в этом году решили не делать, как бы, упор на именно национальные игры. Если в прошлом, прошлом, прошлом было, да? Да, в 2017 году мы делали турнир по национальной игре Сакана, тогда называлось. Сейчас она называется национальная игра Ботай. В чем особенность этой игры? Она играется костями лошади. Альчики, как мы их называем? Не альчики. Не альчики, да? Не альчики, нет. Они крупные кости, то есть вот такие вот кости. И при этом, что интересно, в нее играет только в северном Казахстане. Точнее, игра Ли. Раньше. Раньше. В других регионах ее нету. Мы ее сейчас возрождаем. То есть я и есть у нас Куат Хайрулин, это тренер по национальной битнес-спорту. Мы вдвоем сейчас возрождаем эту игру. До фестиваля будет у нас проведен турнир по национальной игре. Ну, по определенной причине мы его допроводим. Ну, опять же, в рекламных целях, да? Вот. А на самом фестивале у нас планируется, ну, какие виды, я думаю, вы посмотрите. Ну, в любом случае, этот фестиваль полностью будет посвящен Кумысу. Да. Да. Центральная идея, кстати, хочу уточнить, что не Кумыс, а именно лошадь. Все-таки лошадь. То есть символ, образ лошади. Как место одомашнивания лошади. Да, совершенно верно. Совсем недавно вышел замечательный такой труд Нурстана Бешича Назарбаева «Семь грани великой степи», где открывает, наверное, глаза многим казахстанцам вообще, кто мы и откуда. То есть на наши истоки. И вот как раз таки, как мне кажется, Кумыс фест – это одна из составляющих этого. Вот, например, я обычно северокостанский парень, и, например, хочу я узнать побольше об истории тех мест, где я живу, об истории моей страны, куда мне обратиться с этими вопросами и как изучить. Потому что в интернете, ну, не всегда можно получить правильную информацию. Вот, например, где можно в Петропавловске узнать более подробную информацию? Об этом, естественно, я всех бы пригласил в наш краеведческий музей, где есть отдельная экспозиция по данной тематике, которой, кстати, мы тоже и пригласили на наш фестиваль. Они сделают такую выездную экспозицию, где можно ознакомиться как бы с историей Бутая. На этом фестивале Кумыс фесте будут участвовать представители всех районов. Как мне кажется, если мы делаем эту идею такой общереспубликанской, то не было ли у вас в планах, например, на следующие Кумыс фесты уже приглашать не просто районы, а областные центры другие, то есть области? То есть есть ли это вообще в планах? Могу сказать, что на этот фестиваль мы уже пригласили. То есть уже туда едет? В качестве гостей. То есть посмотрят? Да, 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 да. Приграничные регионы нашей области, то есть это и Российская Федерация. И Тюмень, и Омск тоже приедут. И Тюмень, да, вот российские области и наши казахстанские регионы. Приедут, посмотрят. Я думаю, в следующем году мы уже будем приглашать их именно участвовать в нашем фестивале. Но сейчас в Казахстане подобного нигде не проходит? Нет, нет. Подобного формата, подобной концепции на самом деле нет. Отличается ли северокостанский кумыс от шимкенского, тарасского, семейского, актюбинского? Могу сказать точно, что мясо у нас особенное. Даже с юга у меня друзья сами отмечают, что приезжает в Петропавловск, здесь мясо просто отменное. Насчет кумыса, я думаю, тоже есть свои различия, но я конкретно не могу сказать на данный вопрос, потому что я не сильно много пью кумыс на самом деле. Но наш кумыс самый вкусный. По-любому. Ну и давай, в финале нашего проекта я хотел бы, чтобы ты обратился ко всем североказахстанцам, пригласил их на этот праздник, потому что 17 августа, я думаю, они удивятся, потому что на подобные мероприятия ходить стоит. Уважаемые североказахстанцы, приглашаем вас всех 17 августа в субботу в 11 часов на площадь театра имени Николая Погодина на фестиваль «Хамосфест». Будет очень интересно, ярко, красочно, вкусно. Будет все классно. Приходите. Ярлик, как мне кажется, вот этот ваш проект, он является таким вот сакрально-туристическим. То есть, и как раз-таки вот туристические потоки, вот с помощью вот вас, энтузиастов, ребят, вот таких подобных мероприятий в Североказахстанскую область будут приезжать, потому что в Североказахстанской области есть на что посмотреть. У нас большая карта сакральных мест, туристических мест. Поэтому вам мы желаем успехов, мы хотим, чтобы ваш проект получил не только республиканские масштабы, но и международный. То есть, вот сейчас, если вы Россию приглашаете, поэтому дай бог успехов вам, здоровья, и чтобы все получалось, и все казахстанцы пили кумыс, но в качестве оздоровительного напитка. Аминь. Спасибо.